МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подбуждает, продукции Apple на всех может не хватить. Дефицит компьютерных чипов в прошлом году усугубился сбоями поставок из-за пандемии. И вот очередь рапортовать о проблеме дошла и до одной из крупнейших хай-тек-компаний. Исполнительный директор Apple Тим Кук сообщил, что проблемы с поставками могут повлиять на доступность устройств с чипом M1. Это, к примеру, последнее поколение iPad Pro и iMac 2021. Дефицит может поставить под угрозу прибыли Apple, хотя, между прочим, на днях стало известно, что она выросла на 54% в годовом исчислении. «Мы ожидаем, что будем ограничиваться предложением, а не спросом», сказал мистер Кук аналитиком. Из школьного курса экономики многим известно, такое положение дел вполне может привести к увеличению цен на и без того дорогие яблочные устройства. Стоит также отметить, что подобное сообщение о потенциальной проблеме может выглядеть как подстегивание спроса. Самолет с самым большим размахом крыльев в истории совершил свой второй рейс. Огромный двухфюзеляжный Stratolunch, получивший прозвище ROG, предназначен для перевозки гиперзвуковых транспортных средств и облегчения полетов в космос. Вот так проходила посадка этого исполина. Компания Stratolunch была основана покойным миллиардером и соучредителем Microsoft Полом Алленом в 2011 и продана в конце 2019 года после смерти Аллена. По данным Stratolunch, самолет-носитель из углеродного композита имеет размах крыльев в 117 метров и может подниматься на высоту до 10 километров 600 метров. ROG задумывался как средство запуска спутников, а затем и пилотируемых аппаратов с людьми на борту. Создатели поясняют, запуск из-под крыла двухфюзеляжного самолета позволит избежать задержек, связанных с погодными условиями и других ограничений наземных запусков. В Stratolunch также сообщили, что они разрабатывают многоразовый космический самолет под названием Black Eyes. Когда Аллен основал Stratolunch, ее сравнивали с Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона, который разрабатывает аналогичную систему запуска с Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска. Все они стремятся заработать на растущем спросе на услуги по запуску спутников, а позднее и на космических путешествиях. В Павлодаре старшеклассник разработал и добился запусков производства электронного бесконтактного дезинфектора. При этом его устройство по некоторым параметрам лучше аналогов. Боязет Искаков в свои 16 лет самый юный предприниматель, производящий электронную технику в Павлодарской области. Он зарегистрировал предприятие по производству нескольких устройств. Одно из них — бесконтактный дезинфектор. Достаточно просто поднести руки, и устройство само выдаст порцию дезинфицирующего раствора. Регулировать можно дозу и интервалы между распылениями. Основное преимущество дезинфектора юного изобретателя — электронасос отключается, как только в емкости заканчивается дезинфицирующее средство. В других подобных аппаратах такой функции нет. Из-за этого дорогостоящие устройства быстро выходят из строя. Электронной частью управляет плата, разработанная не на основе Ардуино, то есть это наша собственная платформа. На плате установлены датчики наличия рук и датчик и микроконтроллер. При этом жидкостная часть содержит насос, форсунку, ну и сам бак. Абсолютно нет датчиков, которые соприкасаются с жидкостью, которые смотрят, есть ли жидкость. Дезинфектор запущен в серийное производство. Права на выпуск уже приобрели четыре предприятия. Кстати, первым пользователем устройства стал отец юноши. Пластиковый корпус БАЗ печатает на 3D-принтере. Остальные детали тоже собирает самостоятельно. Программу на микроконтроллеры БАЗ написал на языке программирования «Баском». Со своей разработкой он занял призовые места в 20 конкурсах, а на днях стал победителем еще одного – Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж в Москве». Создавайте новое и пишите на нашу почту. Рассказывайте о своих проектах, мы покажем их в эфире. На сегодня все. Смотрите хай-тек. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин